Я не могу сказать, что это воспоминание По-настоящему наша встреча так и не состоялась Я с ней встретилась в первый сезон, когда я работала в Большом театре Когда мне было 17 лет, когда шла война Агриппина Яковлевна приехала в Москву Занималась я у нее два месяца И за два месяца не могла понять, девять лет, пока училась Об Агриппине Яковлевне Вагановой многое сказано, многое написано И если я начну перечислять славный путь Агриппины Яковлевны в искусстве Вероятно, я ничего нового не скажу Но я испытала счастье быть ученицей Агриппины Яковлевны Вагановой В течение 23 лет Три года в школе и 20 лет в театре в классе усовершенствования Который она вела Но, как говорят, у каждого человека есть своя правда Так у меня есть дорогая моему сердцу своя Ваганова Когда я пришла на первую репетицию «Лебединого озера» Агриппина Яковлевна Ваганова задала мне вопрос Задумывалась ли я, почему мысль балетмейстеров так часто волнует образ парящей птицы И Ваганова рассказала мне, как работают крылья птиц во время полета И что движение человеческой руки, когда она делает широкий взмах от лопатки с красивым изгибом спины Удивительно напоминает мощность, плавность, красоту полета птицы Которым никогда не устанут любоваться люди Танец — это тоже полет Ведь, глядя на летящую птицу, всегда становится немного грустно Кажется, все может человек А лететь так гордо и вольно не может Так говорила Ваганова Удивительное зрелище Строгое и торжественное Оно словно уводит нас от всего суетного Возвышает Это сама зримая музыка Тени из балетово-ядерка, поставленного Мариусом Петипа Уникальное достояние Ленинградского театра оперы и балета имени Сергея Мироновича Кирова Во время гастролей во Франции Одна из парижских газет писала, что появление теней в исполнении наших танцовщиц всегда вызывает шок Ни один балетный коллектив мира не хранит в своем репертуаре столько шедевров прошлого И не поддерживает их в таком состоянии, как Ленинградский театр Необходимым условием существования такой труппы является школа Сначала это обучение в Ленинградском хореографическом училище Потом курс совершенствования Который длится на протяжении всего творческого пути артиста И оба эти курса освещены именем Агриппины Яковлевны Вагановой Они пропитаны ее творческой энергией Неукротимым поиском и огромной любовью к искусству танца Субтитры создавал DimaTorzok Агриппина Ваганова, дочка Пельдинера Мариинского театра Десяти лет от роду робко вошла в здание театрального училища Не подозревая, что судьба ее, имя ее соединятся с ним навсегда Это знаменитый репетиционный зал Ленинградского хореографического училища В этом зале творили и работали Мариус Петипа, Лев Иванов, Михаил Фокин, Анна Павлова, Батслав Нежинский, Корсавина, Кшестинская, Преображенская В этом зале начала свою творческую жизнь Замечательная танцовщица, балерина Агриппина Яковлевна Ваганова И здесь же, в этом зале, она начала свой триумфальный путь педагога Пошири, пошири, девочки, пошири Так, и ручки крепкие Да, хорошо, молодцы Педагоги училища, танцующие или уже ушедшие на пенсию Учили кто как умел Как подсказывал сценический опыт Единого педагогического метода не существовало Но от своих учителей Ваганова сумела взять все, что они могли дать И в долгу не осталось Знания и навыки, полученные в школе Она возвратила сполна Осмысленными, развитыми, обогащенными ПЕСНЯ 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 Подобно феям из балетных сказок Учителя наделили ее своими дарами Лев Иванович Иванов привил музыкальность Екатерина Отовна Вазен Воспитала силу ног Христиан Петрович Агонсон Отшлифовал щедрый подарок природы Прыжок А Павел Андреевич Герт Завершил воспитание Привив благородство манер Свойственное петербургской школе Ваганова впитывала не только традиции Ее привлекли новшества Привнесенные итальянским виртуозом Энрико Чекетти При мудрости торпсихоры Сразу захватили маленькую чиницу В конце года она даже сочинила танец И что самое удивительное Записала его Одна из будущих учениц Вагановой Знаменитая Марина Семенова вспоминала Прошло много лет, пока я поняла Что работая с нами Она создавала свой метод Отшлифовывала и отбирала многое Выработанное собственной практикой Чтоб ученицы не воспринимали Учебный процесс механически Она заставляла нас вести Запись уроков с малых лет ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И раз, длини ручки в угол, нога в угол, удлините руки, Таня, выше, стоять, стоять. И вниз, и поза, лица хорошие. Пальцы тянуть, ручки открывай, открывай. Открыла камеру руки? Поставили, спокойно, не торопитесь. Раз, два, три, не торопитесь, дети, спокойно. Раз, впереди ручки, Катюша, впереди. Плиет. И красиво встали. Девочки, а ты сегодня дизорный. Маша, ты трейку принеси. Я была очень невнимательна, всегда, всю жизнь. И меня нужно было как-то особенно организовать, чтобы я сосредоточилась для того, чтобы у меня получилось. Я не всегда внимательно, она очень не любила, когда перевирали ее движения, не точно смотрели, не точно выполняли. И она меня звала Рыжая Ворона. Тоже, наверное, всю жизнь я это запомнила. Кончить академию танца у Вагановой, это значит научиться танцевать на всю жизнь. И совершенно не важно, красивые, некрасивые ноги, есть данные, нет данных, выразительная, невыразительная танцовщица, она все равно грамотная. Она кончила академию, она могла бы другого научить. До сих пор существует школа. Вот даже иногда говорят, вот ленинградская школа. Нет, вагановская школа. 1897 год. Окончив школу с похвалой и поощрениями, Агриппина Ваганова, полная надежд, пришла в труппу императорского Мариинского театра. По молодости приход на сцену ей представлялся подобным явлением ко двору принцессы Авроры из балета «Спящая красавица». Но без покровительства и поддержки она поначалу оставалась, как говорят в балете, у самой воды. Лишь благодаря заступничеству своего учителя Павла Герта, она получила одно из своих первых видных мест в восьмерке из балета «Пахита». Артистку стали замечать. Агриппина «Спящая красавица» Агриппина «Спящая красавица» Агриппина «Спящая красавица» Агриппина «Спящая красавица» Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Сольная форма виртуозного танца, называемая в балете вариации, оказалась наиболее близкой Вагановой. Здесь она одерживала поистине блистательные победы. Ее называли царицей вариации. Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! В начале 20 века о полетных прыжках Вагановой было сказано. Что-то веет на сцене крылами, Разрезая воздух широко. Она была первой, чей танец назвали героическим. И эстафету этого героического танца уверенно подхватила первое поколение воспитанников советской балетной школы. Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан 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 Я, конечно, не застала Оглепинахну танцующей, но, по словам очевидцев, она блистательно танцевала мазурку в Шупиняне, буквально зависая в воздухе на прыжках. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 И все, и она уже у станка. Уже просто вот так, секунда. Никто не заметил. А она была спиной. И вот она ходит, и каждая ученица там поправляет, поправляет, поправляет. Дошла до этой и говорит, она шепелявила. Говорила так, что Ольга сидела, сидела, потом решила поучиться. Она и это видела. Потом еще одна ее ученица прыгала. И такие вот у нее были челочки, такие вот волосики. Так они развивались. Хорошенькая, хорошенькая красотка. И она говорила ей, что не значит, душка. Волосы прыгают. Думаешь, ты прыгаешь? Вообще, все время, все время по ходу шли какие-то такие очень смешные замечания и очень по делу. В 1931 году Ваганова возглавила ленинградскую балетную труппу прославленного театра. Деятельность художественного руководителя Агриппина Яковлевна начала с возобновления балета Шопиньяна. И не случайно. Образы балетного романтизма, воскрешенные Фокиным, несли высокую духовность, олицетворяли вечное стремление к идеалу. КОНЕЦ 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 Проблема отношения к классическому наследию существует до сих пор. Вызвала споры и постановка «Лебединого озера» в хореографической редакции Вагановой. Споры решило время. Оно отсеяло все то, что не совпало с музыкой Чайковского, и утвердило бессмертие поэтической встречи Одеты и принца, которую сочинила Ваганова. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 К возобновлению Эсмеральды Ваганова подошла как художник, знающий и любящий прошлое своего искусства. Она сохранила для нас фрагменты хореографии Перро и Петипа. Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Этим же путем она шла в день очередного выпускного спектакля 22 июня 1941 года. А вот еще одна фотография. Здесь Агриппина Иаклина только что получила медаль за оборону Ленинграда, а я ее рассматриваю. Обратите внимание на выражение ее лица. Радость и гордость. Но глядя на эту фотографию, невольно вспоминается трудности войны, эвакуацию театра в Пермь. При всех тяготах той поры у меня еще было большое волнение. Мы ехали без Вагановой. Агриппина Иаклина по семейным обстоятельствам не могла поехать вместе с театром и должна была выехать вторым эшелоном. Но второго эшелона уже не было. 5 сентября 1941 года замкнулось кольцо блокады. Надо было принимать меры, но какие я еще сама не знала. Мне помогли мои друзья, которые были в Ленинграде и которые откликнулись на мои отчаянные телеграммы. И при первой возможности Агриппина Иаклину вывезли по дороге жизни. Это было в 1942 году. Начались новые волнения. Как она доедет и доедет ли? Наконец мне звонит начальник станции Пермь и говорит, у меня в кабинете сидит какая-то Ваганова и просит вам это сообщить. Я лечу на вокзал, кабинет начальника, и я вижу, сидит Агриппина Иаклина, маленькая, вся черная, дрожит от холода. Мороз был 30 градусов. О нашей встрече я не могу рассказать. Это и слезы, и радость. Я повезла Агриппина Иаклину к себе домой. Мы с мамой жили в гостинице. Первое, что у нас возникло, это вымыть Агриппина Иаклину. Ну где? Не было в гостинице ни одной ванны. Я достала корыто. Мы нагрели воду, и я мыла своего дорогого, своего любимого учителя, великую Ваганову, и я мыла в корыто. Но удивительный человек был Агриппина Иаклина. Претерпев трудности, блокады и тяжелейшую дорогу Ленинград-Перм, она не утеряла чувство юмора. Она подтрунивала и надо мной, и над собой. А через 3-4 дня она заявила, что она хочет работать. Вот в этом была вся Ваганова. В 40-х и начале 50-х годов хореографическое училище по классу Вагановой окончили. Нонна Ястребова, Любовь Войшнис, Нинель Петрова, Нинелла Кургапкина, Ольга Моисеева, Алла Осипенко, Ирина Колпакова. Все они ученицы Вагановой и каждая неповторимая индивидуальность. Ольга Моисеев, Ольга Моисеев, Ольга Моисеев, Ольга Моисеев, Каждый год в пору белых ночей в симфонию ленинградских звуков и красок вливается праздничная и светлая музыка выпускного спектакля хореографического училища имени Агриппина Вагановой. Сколько надежд, волнений и радости. И опять вчерашние ученицы делают первые, может быть, не очень уверенные шаги на профессиональной сцене. На сцене, которую прославили выдающиеся мастера советского балета. Агриппина Ваганова 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 АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Ее методика, она не устарела. Вот она настолько универсальна, она универсальна, потому что она очень высока своей чистотой, классической формы, классического танца. Это первое. И во второй удивительной гармонии, гармонии всех частей тела. Вот то, на что Агриппина Яковлевна обращала самое большое внимание. На то, чтобы танцовщица не выходила только с выработанными ногами, сильными, сильными, красивыми и прекрасными. Или только с удивительно мягкими пластичными руками. В это время ноги делают невероятные вещи. Или, например, только с такой уж спиной удивительной, закованной прямо в броню и стали, и устойчивость. И прочее, прочее, что дает спина, опломб так называемый. А чтобы вот это действительно был танец, который свойственен вообще русской душе и русскому характеру. Вот эта одушевленность, одухотворенность, вот эта гармония всех частей тела, это живые подвижные глаза, голова, пластичные мягкие руки и очень сильные. И крепкие, и твердые ноги, и крепкий носок, и твердые, как говорят, как у нас иногда принято выражаться. Но чтобы это, и все это, чтобы было подчинено одной задаче, выразительности, выразительности танца. Вот то, что сказал Александр Сергеевич Пушкин, его кралаты, души исполнены полетом. И второй выверни тоже. И не забудь, что сейчас ты уже о диле, а не о детто. Это очень важно. Но вот это немножко получше. А нога воробеск верхняя какая, вот так. Ну вот-вот, вот помани его за собой. Неожиданно встань, не смотри в зеркало, пожалуйста. Я тебе скажу, что у тебя лучше, что хуже. Глиссат, вытянутые ножки, и глиссат, это прыжок. Прыжковое движение, глиссат. Вот сейчас, пожалуйста, увлеки его за собой. Вот это уже немножко, опять же, лучше. Робеск, у тебя может быть сильнее и выразительнее, ведь ты не довела его до... Ты же можешь его сделать выразительнее, но до своих возможностей. Не довела его. Вот опять немного лучше. Ну нельзя же так все вытягивать. Ну вытягивать нельзя из тебя все. Ты должна сама мне что-то предлагать, когда приходишь в зал. Можно так, но каждую позу, мне хочется, чтобы ты довела ее до кондиции. До самого сильного своего выражения. Возможно... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Приезжай ко мне. Мы сделаем Лебединое так, что мир перевернем. Но этому не суждено было случиться. Ни мир перевернуть, ни сделать по-новому Лебединое озеро. Я понимаю, что Агребина Яковлевна видела перед собой очень податливую глину, пластилин, из которого она могла сделать все, что угодно. И последний раз, совсем уже последний раз, она приезжала в Москву, когда был этот юбилей. Было за несколько месяцев до ее смерти. Она очень грустно на меня посмотрела. Наверное, подумала, эх ты, прозевала то, что могла получиться. Я этот взгляд не забуду никогда в жизни. Я помню ее и думаю о ней всегда. Я даже не знаю, о чем в жизни я еще так грустю. Грючок. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!